Приветствую вас, друзья! 27 августа Украина нанесла удар по российскому аэродрому Халина в Курской области. В результате удара были повреждены комплексы ПВО С-300 и Панцирь С-1, а также четыре истребителя Су-30 и один МиГ-29. Бавовно! Примечательно то, что для удара использовались картонные дроны Камикадзе от австралийской аэрокосмической компании Сайпак. Известно, что из 16 дронов своих целей достигли 13 и только 3 были сбиты. Дрон сделан из картона, воска и резинок. Он практически незаметен для радаров и оснащен тихим электродвигателем, который делает его еще и бесшумным. Такой дрон собирается в полевых условиях одним человеком и способен нести до 5 килограммов взрывчатки на расстояние до 120 километров. Дрон имеет название Corvo PPDS. Он невидим для системы ПВО противника, потому что радиоволны иначе взаимодействуют с картоном или пенопластом, чем с металлом. Радар использует радиоволны для определения положения угла и скорости цели. Передатчик посылает эти радиоволны в надежде, что они попадут на острые края и плоские поверхности истребителя, а потом отразятся обратно на землю, где их сможет уловить приемник. Однако, если летательный аппарат покрыт специальным радиопоглощающим материалом или сделан из него, как в случае Скорво, сигнал, который уловит приемник, будет ничтожным. Система ПВО продолжит видеть в небе некий объект, но не сможет идентифицировать его именно как беспилотник противника. Радары отобразят дрон как стаю птиц, появившуюся на пути радиоволн. Это и даст возможность беспилотнику беспрепятственно пролететь в тыл врага и нанести удар. Дрон Корво ППДС разработан компанией Сайпак в Мельбурне. Он может использоваться для доставки различных грузов воинам, которые оказались в окружении. Это могут быть боеприпасы, продовольствия или медикаменты. Но при небольшой доработке дрон становится ударным. Беспилотники ППДС поставляются в разобранном виде, в виде заготовок из плоских листов картона толщиной 45 мм. Они собираются по модульному принципу. Листы нужно согнуть в уже обозначенных местах и использовать в качестве креплений резиновую ленту. Сам картон пропитан воском, что позволяет эксплуатировать дрон при осадках. Картонные крылья и фюзеляж дрона одноразовые. В то время как используемый на нем электрический двигатель, работающий от батареи и другую авионику, можно использовать повторно, если их получится забрать с места посадки. Дрон отличается не только дешевизной и простотой сборки, но и автономностью использования. Оператору требуется лишь запрограммировать модуль авионики с указанием целевого местоположения, после чего дрон самостоятельно добирается до цели и приземляется без посторонней помощи. Запуск беспилотника осуществляется вручную или с помощью катапульты. PPDS имеет такие характеристики. Размах крыла 2 метра. Масса пустого дрона 2,4 кг. Полезная нагрузка 3 кг. Время работы до 3 часов в зависимости от массы полезной нагрузки. Диапазон применения до 120 км. Крейсерская скорость 60 км в час. В качестве боевой части используется противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-50. Она имеет массу 2 кг, включает в себя 540 поражающих элементов и способна поразить живую силу и небронированную технику противника на расстоянии до 30 метров. То есть дрон, пролетая над целью на высоте 10-этажного дома, при срабатывании радиовзрывателя в заданной точке по GPS может уничтожить противника и его технику. Если такой дрон сдетонируют над самолетом или вертолетом, от них останется решето. Такую технику использовать будет уже нельзя. Если дрон сдетонируют над живой силой противника, она будет уничтожена или получит серьезные ранения. От границы Украины до аэродрома Халлина примерно 100 километров. Такая дальность позволяет для нанесения ударов использовать австралийские картонные дроны. Стоимость такого дрона копеечная, а эффективность высокая. Известно, что австралийская компания Сайпак бесплатно поставляет в Украину 100 таких дронов ежемесячно. Субтитры создавал DimaTorzok